отлично ну что давайте начинать давайте знакомиться меня зовут виталий я frontend разработчик с опытом около семи лет и за это время я успел поработать и как html css кодер и как frontend разработчик из них два с половиной года занимался на работал на фрилансе остальное время работал в продуктовой компании где мы занимались разработкой платформы для социальных сетей workflow команды был построен так что большую часть времени мы проводили на проводили разработку на удаленном сервере то есть это подключение pssh комит и push и деплой проекта создание новых компонентов и другие задачи когда вы подключаетесь к удаленному серверу pssh у вас нету графического интерфейса и все что у вас доступно это командная строка и команды которые вы можете использовать так что еще идем дальше так 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 да и представьте себе ситуацию что ваш любимый любимый браузер не умеет работать с складками или же что еще хуже когда он завершает работу и когда вы его перезапускаете вы не можете начать с того места где вы закончили довольно неприятная ситуация вот так вот обычный пользователь видит представляет себе командную строку черный экран белые символы а теперь представьте что в ваш любимый браузер внедрили терминал и вы можете использовать там команды по типу npm git но ты другие звучит как что-то из фантастики но на самом деле такое возможно и сегодня в своем докладе я хочу вам рассказать и показать что терминал может быть удобным но функциональным только нужно уметь это все готовить что мы сегодня рассмотрим мы рассмотрим менеджеры терминалов рассмотрим скрипты на баш и рассмотрим как автоматизировать рутинные задачи с помощью скриптов на баш репозиторий все что мы сегодня будем рассмотрим все примеры доступны в репозитории на github так что кому интересно можно дома скачать и попрактиковаться также доступны слайды в интернете если кому-то плохо видно можете открыть у себя или же просто открытие вместе со мной следить за процессом еще немножко лирическое отступление за тот промежуток времени который отведен довольно сложно рассказать все темы показать все примеры и вообще рассказать все что хочется нас поэтому я решил на основе этого доклада написать серию статей для хабра и для медиума соответственно для на русском и на английском в этой серии статьи вы найдете более подробное освещение тем которые мы сегодня рассмотрим и сможете больше информации отсюда узнать двигаемся дальше где все это работает работает это все на windows 10 стейбл как вы знаете где-то примерно полгода назад microsoft внедрила баш то есть ubuntu windows и теперь windows умеет работать как с командами ubuntu и вам не нужно для этого никакой магии если что нужно это включить девелопер мод в настройках и дождаться установки насколько помню я проверял проверял на виртуалке у себя все работает скринт мюкс все команды завелись без всяких там каких-то танцев с бубнами также работает это все на mac os x на ubuntu предпочтение отдается ubuntu все примеры которые сегодня буду показывать тоже будут будут показаны ubuntu и есть еще классный эмулятор кон эму единственное что в нем не получится использовать это менеджеры терминалов ну потому что это эмулятор скрипты на башке другие команды там без проблем их можно использовать кстати могу показать его в работе вот так вот он выглядит очень удобно если кто-то работает на windows и вам нужно в командной строке много работать и вас не устраивает команда строка windows рекомендую очень удобен в работе двигаемся дальше и переходим к первой теме это менеджеры терминалов рассмотрим скринт мюкс это такие два более популярных одни из самых популярных менеджеров терминалов и рассмотрим как сравним их там скринт мюкс как я познакомил давайте начнем со скрина и как я с ним познакомился познакомился я с ним совершенно случайно коллега помогал мне в решении задачи увидел что я его что я не использую никакой менеджер терминалов он не установил скрин настроил его и помог показал несколько сочетаний клавиш чтобы его установить достаточно выполнить первую команду и потом можно будет к нему обращаться по команде скрин вам видном но виртуалка сейчас надеюсь видно так это отлично так показываю на виртуалка потому что у меня windows стоит и других вариантов как бы не особо есть сейчас у у меня уже установлен и скрин это мюкс запустим для начала скрин как видите он для начала нам выводит сообщение о лицензии которая мне не нужно и у него нет статусной строки вот здесь вот внизу тоже довольно неудобно чтобы это исправить нам нужен файл конфигурации а забыл упомянуть про базовое сочетание клавиш как в любом навороченном менеджер терминалов скрине тоже есть сочетание клавиш я их не выводил на слайд их не нужно заучивать или еще что то там достаточно начать использовать также их можно найти в мануале к скрину как я упоминал про файл конфигурации скрин по умолчанию не очень качественно настроен для конечного пользователя то есть как вы могли заметить у нас недоступна недоступна статусная строка также при старте выводится сообщение лицензии которые но вряд ли кто-то будет читать и еще там парочка ограничений которые доставляют неудобства все это можно исправить с помощью файла конфигурации где помощью файла конфигурации я вывел лишь часть его мы полностью его рассматривать не будем полный текст файла конфигурации вы тоже можете можете найти в репозиторию и теперь как то есть сейчас видите нет у меня не статусной строки не и выводится сообщение о лицензии давайте выйдем из скрина и скопируем себе у меня тут склонирован репозиторий я себе скопирую файл конфигурации он должен располагаться в домашней директории пользователя и перезапущу скрин как вы могли заметить появилась статусная строка и не выводится сообщение о лицензии также мы исправили там некоторые ограничения которых тоже не будем останавливаться пришло время посмотреть на скрин в работе что мы как мы это будем делать мы создадим несколько вкладок разобьем их на регионы и запустим тестовое приложение тестовое приложение это чат написанный на node.js и сок это ее взят у нас официального сайта сок это ее единственное что я добавил это немножко логирования чтобы мы видели что она работает предлагаю рассмотреть это в деле для давайте переименуем вкладки чтобы можно было понять что происходит и создадим новую разобьем например наш лейаут на 2 независимые на 2 независимых региона и первое ограничение которое вы могли заметить это то что скрин использует один общий лейаут для всех вкладок то есть у нас нету независимых лейаутов для каждой вкладки это довольно серьезное ограничение то есть вот сейчас я переключаюсь между вкладками у меня только вкладки переключается а правый регион у меня вообще не активен его тоже нужно активировать явно тоже достаточно неудобное ограничение зададим тут еще одну вкладку и переименуем ее тоже как-то назовем запустим например midnight commander это файловый менеджер и слева и справа запустим наше тестовое приложение так как видите все запустилось даже он вывел что юзер подконнектился это из-за того что у меня браузер уже запущен и это приложение там тоже запустил давайте обновим чтобы к нам пришел реально новый юзер и отправим пару сообщений к примеру hello screen видите все работает и первый поинт ради которого стоит использовать менеджеры терминалов это то что они сохраняют сессии и могут сохранять процессы все которые у нас запущены в командной строке к примеру у вас в офисе пропало электричество или же вы работаете за ноутбуками пропала сеть вай фай и вы потеряли соединение с удаленным сервером если вы не используете менеджер терминалов то все процессы все задачи которые были запущены они все пропадут давайте проверим это на деле я закрывать тем с имитируем обрыв связи закроем через крестик терминал запомнили да какой у нас был ли я вот он был разбит по вертикали на две панели это тоже важно сейчас мы увидим почему закрыли и теперь попробуем отправить еще несколько сообщений видите все работает я увеличил чтобы было видно текст поначалу кажется это какой-то магии но никакой магии нету создается сокет и сохраняются все процессы и сессия скрин сохранил сессию также это удобно например если вы еще на работе запустили какие-то процессы и нужно уходить домой вы можете смело выключать компьютер и ехать домой и заново подключаться к сессии давайте вернемся к скрину всяк нашей сессии и то о чем я говорил как вы могли заметить layout который мы создавали раньше то есть разбивку по вертикали он не сохранил довольно неприятное ограничение в данном случае у нас сейчас только три вкладки а представьте себе ситуацию когда у нас будет шесть или девять вкладок у меня такие ситуации были и там все разбит по вертикали по горизонтали куча процессов запущенных и единственный бонус это то что он сохранит только процессы а layout не сохранит то есть нам здесь layout который мы так бережно создавали он не сохраняется к сожалению вот выходим я перепрошу можно тебя перебить так а вжеш а вжеш а вжеш да зимною можно на российский диме на линуксе насколько я помню я терминейтор другой не сберегает и сессию и layout добрый хороший point да я согласен этих всех менеджеров терминалов довольно много и опять же когда я упоминал про статьи которые писал на хабри и на медиуме как раз вот именно про менеджеры терминалов была бурная дискуссия в комментариях там предлагали довольно широкий список альтернатив которые есть опять же в данном вопросе карандаши на вкус разные то есть выбирайте что вам нравится и что удобно я показываю те менеджеры терминалов которые довольно популярны и используется порядка 80 процентов виста вот поэтому то есть это чисто выбор ваш я не призываю там использовать только конкретно скрин дальше мы рассмотрим к микс и вы увидите насколько он удобнее чем скрин вот так вот можно продолжать добра мы идем дальше рассмотрели скрин и переходим к миксу довольно длительное время я использовал скрин и понял что он меня не устраивает я начал искать альтернативы такой альтернативой оказался от микс на многих форумах его описывают как это тот же скрин только на стероидах я не мог долгое время понять почему так пока не начал его использовать скажу честно раза три-четыре я пробовал перейти на тмикс возвращался к скрину но тмикс в итоге все же победил и сейчас ежедневной работе я использую только тмикс опять же чтобы его установить достаточно выполнить первую команду и дальше мы можем обращаться вызывать его с помощью команды тмикс по поводу настроек скрин для тмикс для конечного пользователя настроен очень качественно нам не нужно настраивать положение статусной строки не нужно настраивать чтобы убиралась сообщение о лицензии или еще там какие-то настройки единственное неудобство которое вы можете испытывать при начале работе с тмикс если перед этим работали с каким-то другим менеджером терминалов это то что у него другие сочетания клавиш но это тоже можно поправить с помощью файла конфигурации который тоже должен располагаться в домашней директории пользователя опять же повторюсь я не не менял дефолтные на сочетание клавиш использую все по умолчанию меня в принципе это устраивает то же самое как и со скрином базовое сочетание клавиш я их не выводил на слайд их достаточно начать использовать в работе не нужно заучивать или еще что-то там и предлагаю рассмотреть тмикс в работе пример будет такой точно такой же создадим несколько вкладок разобьем наш layout на несколько независимых регионов и запустим тестовое приложение точно такое же как мы запускали вот здесь для чистоты эксперимента закрою браузер как вы могли заметить принципе визуально что-то миг что скрин практически ничем не отличается опять же повторюсь по умолчанию нам доступна статусная строка и нету сообщения лицензии и еще там некоторые фичи которые нету в скрине давайте переименуем укладки и разобьем наш регион на два независимых региона нашла я на два независимых региона как вы могли заметить сейчас я нахожусь на вкладке чат и если переключусь на первую вкладку у меня другой лаяут то есть тмикс создает независимые лаяуты для каждой вкладки это очень удобно в работе запустим наш приложение слева midnight командора справа запустим опять же наш чат он запустился и давайте теперь откроем его в браузере да юзер подключился все есть введем тестовые сообщения все работает и опять же сымитируем обрыв связи закроем через крестик и проверим еще несколько сообщений как видите все работает опять же как и в случае со скрином тмикс сохранил сессию сохранил все процессы еще один нюанс если бы мы были подключены по ssh тот микс даже сохранил бы соединение по ssh то есть нам бы не нужно было вводить пароль или еще что и другие настройки пользователя единственное что эти настройки нужно добавить файл конфигурации мы на них останавливаться не будем их тоже можно найти в репозитории давайте вернемся к сессии тмикс как вы помните мы перед этим создали layout одну вкладку независимый лаяут и вторую вкладку мы разбили по вертикали на два региона вернемся к сессии и как вы могли заметить мюкс сохранил layout который мы так бережно создавали при прошлом подключении в данном случае у нас только две вкладки а представьте себе ситуацию если бы у нас было три вкладки или четыре и плюс ко всему у нас был еще разбит layout по вертикали и по горизонтали например вот так вот и как в случае со скрином от был и layout не сохранился тот мюкс в этом случае конечно же выигрывает и делает использование терминала намного удобнее идем дальше и предлагаю сравнить скрин и тмюкс так уж получилось что для скрина я нашел только минус единственный его плюс это если вам не доступен тмюкс в использовании то есть вы не можете его установить или еще какие-то ограничения во всех остальных случаях я вам рекомендую использовать мюкс либо же любой другой терминал как правильно было замечено любой другой менеджер терминалов правильно было замечено который вас устраивает из минусов которые в скрине есть это он не умеет создавать layout для каждой вкладки не умеет сохранять layout если оборвала связь как вы могли видеть на примере до версии 4.1 не умел делать разбивку по вертикали для меня это критично когда вы создаете новый регион то в нем нужно создавать отдельно новое окно выполнять переход нужную директорию и так далее это же чтобы удалить регион тоже нужно помучиться тмюкс в свою очередь что называется с коробки настроен довольно качественно не нужно настраивать положение положение панели складками и как это было со скрином и подсвечивать как их подсвечивает умеет делить экран как на так называемые регионы как по вертикали так и по горизонтали чтобы закрыть регион достаточно набрать exit и умеет держать удаленное соединение по ssh как я упоминал нужны дополнительные настройки если есть вопросы у кого-то можете задавать по данному разделу хорошо давайте подсуммируем мы рассмотрели менеджеры терминалов а именно скрин и тмюкс а также не сравнили их до 100 достоинства и недостатки идем дальше и переходим к следующей теме это программирование на баш вы возможно спросите почему именно баш и такой вопрос будет актуален все просто в 99 процентах случаях когда вы садитесь работать за компьютер работающий на юникс подобной системе оболочка которая будет обрабатывать команды пользователя по умолчанию будет баш что мы рассмотрим мы рассмотрим очень бегло три основных темы основы ветвление и циклы начнем со снова рассмотрим переменные передачу аргументов скрипту и обработку аргументов внутри скрипта уже пример вот так вот просто на баш можно реализовать пример hello world обратите внимание на первую строку все скрипты на баш должны начинаться именно с этой строки также чтобы файл был исполняемый ему нужно дать на это разрешение то есть нужно явно указать что он исполняемый и ниже показан вариант как вызывать этот файл переменные как мы знаем переменные состоят из имени и значения в баш имя переменной может состоять из буквы цифры и знака нижнего подчеркивания она имя значение имя переменной не может начинаться из цифры значение может состоять из числа строки если есть пробельные элементы то в кавычки и отдельные символы ниже вы можете увидеть как создавать перед записывать переменную обратите внимание что перед знаком равно и после знака равно нету пробельных элементов это очень важно и последний вариант показано как считывать переменную вот эти два варианта они немного разнятся в нюансах сейчас останавливаться не будем здесь на что скажу второй вариант предпочтительный когда вы используете переменные в вместе с каким-то текстом в выводе сообщений то есть чтобы как-то конкретно отделить его переменную от текста чтобы это явно было видно аргументы чтобы передать аргументы скрипту достаточно через пробел указать значение которое вы хотите передать скрипту внутри скрипта можно обращаться к этим аргументом то есть можно обращаться первый аргумент второй и так далее можно узнать имя скрипта который выполняется в данный момент можно узнать количество аргументов которые мы передали скрипту а также можно узнать вот этот вот символ довольно часто используется чтобы получить полный список аргументов представляется как отдельная строка или слова и эти аргументы не подвергаются какой-либо интерпретации и пример с переменными простой пример две переменных передаем их скрипту и выводим их на экран можно даже рассмотреть его здесь закрою как видите все сработало то есть вывелись и почему-то вывелось два раза первая переменная наверно что изменял вот но сейчас на этом останавливаться не будем идем дальше и переходим к ветвлениям в арсенале баш есть четыре основных вида конструкций для работы с ветвлениями это if и флс расширенный вариант и флс и кейс in это своего рода switch кейс если проводить аналогию с если проводить параллель с javascript начнем самого простого варианта это if и предлагаю его рассмотреть на вариант на примере конкретной задачи это создание деф для конкретной ветки довольно часто мне приходится создавать дефы и стандартный подход вы сейчас видите на экране то есть мы выполняем команду и и передаем ей название передаем ей путь куда мы сохранить и хотим сохранить див какие неудобства в использовании такой команды принципе можно не автоматизировать это с помощью баш можно использовать эту команду ежедневно и ничего не автоматизировать но какие неудобства первое это то что эту команду нужно набирать вручную как это не звучит но это факт В процессе набора вы можете допустить ошибки, то есть набираете, набираете, где-то опечатались, нужно вернуться, исправить опечатку. И последнее, это то, что данная команда сложна для запоминания. Гораздо легче запомнить имя файла, который отвечает за создание дифа, чем вот эту всю длинную команду. Давайте рассмотрим пример кода. Нормально видно код? Надеюсь, да. И в данном коде мы использовали конструкцию if. Как вы видите, проверяли, передает ли пользователь имя ветки. Если не передает, мы выводим сообщение, что введи, пожалуйста, имя ветки. Давайте проверим этот код в работе. И создадим какой-то диф. Для ветки... Для этой ветки он не создаст диф. А вот для этой должен создать. Потому что... Так, я понял. Если мы будем создавать для ветки мастер диф, он посмотрит, что изменений нету и никакого дифа не создаст. Вот. И попробуем... Создать диф. Так, закомментируем. Да. И теперь создадим диф. Передадим... Давайте для начала не будем передавать имя ветке. Как видим... Ага. Ничего не видим. Вот сейчас. Он вывел сообщение, что введите, пожалуйста, имя ветки. Все верно. Вводим имя ветки. И если мы посмотрим... Див. То вот мы можем заметить... Он создал диф для конкретной ветки. И можем его даже вывести. Посмотреть, что там есть. Собственно, вот так вот. Все работает. И теперь нам не нужно запоминать длинную команду, которую... В итоге мы можем сделать ошибку или еще что-то там. Достаточно вызвать файл. И это намного удобнее, чем полностью длинную команду. Идем дальше. И как вы могли заметить, при работе осветления нам нужно как-то проверять. Работаем мы со строкой или же строка пустая или же нет. Перемена равна какому-то значению или нет. Работаем мы с файлами или с директорией. И в bash для этого есть свой синтаксис. Я разделил его на 4 категории. Это строки. Строки и числа. Файлы и логические проверки. Тоже на них долго останавливаться не будем. Их желательно, чтобы понять как они работают, желательно начать использовать на примере, на конкретной задаче. И логические проверки. То есть это логическое отрицание, логическое и, и логическое или. Идем дальше и переходим к следующей теме, а именно циклы. В bash для работы с циклами есть две конструкции. Это forIn и while. Рассмотрим forIn. Вот так вот выглядит синтаксис forIn. i это переменная при, на каждой итерации цикла, эта перемена будет равна конкретно следующему значению из Array. Array это собственно сам массив, который мы передаем в цикл. Так, и предлагаю, давайте рассмотрим данную конструкцию на примере. Опять же, код, 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 forIn. Что мы здесь делаем? Мы передаем на вход массив. Может казаться, что это не массив, но на самом деле в синтаксисе bash это массив. И в теле цикла создаем переменную file name. Проверяем, существует ли такой файл. Если да, то пропускаем. Если нет, то создаем этот файл. Также вы могли заметить ключевое слово continue. И есть еще ключевое слово break. Эти два ключевых слова используются только в контексте if. Первое, это позволяет пропустить шаг цикла и идти дальше, а break позволяет остановиться. Предлагаю посмотреть в деле на эту конструкцию. И выполняем. Как видите, скрипт выполнился и создал пять файлов. Чтобы убедиться, давайте посмотрим, что они есть. Да, они действительно есть. Предлагаю некоторые файлы удалить, чтобы увидеть, что он их пропустит при следующем вызове. Давайте удалим этот и четвертый, к примеру. Еще раз выполним. Как видите, были созданы файлы, которые мы удалили перед этим. То есть все работает, как мы хотели. Идем. Еще я добавил несколько полезных ссылок, тоже по работе с башей, не только. Рекомендую, кому интересно, почитать намного больше информации, чем мы рассмотрели. Давайте подсуммируем. Мы рассмотрели баш, очень бегло основы, работу с переменами, с аргументами, а также рассмотрели циклы и ветвления. Идем дальше и переходим к следующей теме. Это как автоматизировать рутинные задачи с помощью того же баш. Скажу сразу, хотелось тут показать побольше примеров и как это все делается. Но опять же, если говорить об автоматизации, этот процесс довольно творческий. И каждый для себя сам решает, что ему автоматизировать, как и до какой степени. Поле здесь безграничное для творчества. И опять же, повторюсь, время ограниченное, нет возможности показать все примеры, которые есть. Остальные примеры, которые есть, они доступны в репозитории, тоже их можно будет посмотреть потом. Мы рассмотрим два основных момента. Это то, как с помощью баш, например, сделать ап большого числа репозиториев. И рассмотрим полезные альясы. Начнем с первого. Представьте себе ситуацию, что вы работаете над очень большим проектом. У меня была такая ситуация. Мы работали реально над большим проектом. И у вас есть директория, отведена для вендоров, которые вы не разрабатываете. То есть с репозиториями, которые вы сами не разрабатываете, но поддерживать их в актуальном состоянии обязаны. Если они не в актуальном состоянии, то ваш проект не работает. И да, если таких репозиториев два или три, то это, конечно, не такая уж и большая проблема пройтись руками и сделать up to date. Но и тут я поспорю. Если это нужно делать каждый день, по несколько раз на день, то задача довольно-таки не очень приятная. А когда у вас таких репозиториев, к примеру, там 15, и это число репозиториев ежемесячно растет, то волей-неволей задумывайся о том, как бы это автоматизировать. Как я видел себе этот весь workflow. Нам нужно перейти в конкретный репозиторий. Проверить, чтобы он был на ветке мастер. Если он на ветке мастер, сделать git pull. Если он не на ветке мастер, переключаем его на ветку мастер и делаем git pull. Основной нюанс. Даже если репозиторий на ветке мастер, то нужно все равно делать git pull. Это не означает, что он актуален до состояния up to date. Бывает такое, что репозиторий на ветке мастер, но он не актуален до состояния up to date. И финальный вид команды. Просто мы вызываем одну команду, и она делает все за нас. Давайте рассмотрим код. Так, сейчас. Тут довольно много кода. И он может немножко бросать в пот. Но если разобраться, то ничего здесь сложного нет. Я предлагаю сильно не останавливаться на коде. Если будут вопросы, пишите мне в личку, или же после нашего мероприятия задавайте вопросы, чтобы не затягивать время. Я предлагаю посмотреть на примере, на работу этого кода, как он делает за нас все. И мы можем отдохнуть, а машины могут страдать. Давайте посмотрим, что у нас у меня есть папка с репозиториями, где сохранены все сторонние приложения, фреймворки, которые мы не разрабатываем. И еще, например, вот здесь у меня вложенные. То есть, древовидная структура и вложенность может быть какая угодно. То есть, вы не знаете ни названия репозиторий, которые там находятся, ни их количество. Ну, по большому счету, вам их и не нужно знать, чтобы это все сделать. Вы не хотите их знать. Это на самом деле довольно проблематично. Давайте теперь запустим наш скрипт. Запускаем. Носэч файл в root directory. Чего-то. Да. Я знаю почему. Потому что вот здесь вот. В кавычках. Давайте очистим. Вот, пошел ап. Обратите внимание. Все делает сам. Я специально выбирал репозиторий, который обновляется очень часто. И нам... То есть, смотрите. Все произошло буквально за считанные секунды. Я проверял, если вручную это делать. Это занимает порядка от трех минут до пяти. Это при том случае, если вы используете алиасы или же еще что-то. Какие-то ухищрения. Для... Для... Я даже записал видео. Вот здесь вот. И... Это на рабочей машине у меня дома. В конце специально отметил временную метку, сколько оно занимает, чтобы не быть голословным. Ну, как вы могли только что заметить, оно действительно реально очень быстро делает. 16 секунд. Вот видите. И только что мы тоже заметили, что увидели, что процесс происходит очень быстро. Если это делать руками, то занимает довольно много времени. Идем дальше. И переходим к последнему разделу. Это полезные алиасы. У меня вопрос, к примеру, насколько часто вы набираете эту команду. Как часто? А эту команду? А эту? Ну, вы поняли, да? Таких команд может быть вагон и маленькая тележка. И тут к нам приходит... Ну, в чем плохо набирать эти команды полностью? Как я уже упоминал, их сложно запоминать. Большой процент ошибок в процессе набора. И набор таких длинных команд, они доставляют боль. Тут к нам приходит озарение. Почему бы нам не использовать алиасы? И все верно. Те команды, которые вы набираете часто и которые длинные, нужно использовать для них алиасы. Мы можем создавать алиасы для тех команд, которые мы используем. Опять же, их можно поместить либо в файл bash.rc, либо же их можно разделить и в файл bash.rc, и в файл git.config. Git.config. Туда можно поместить алиасы, которые конкретны для гита. У меня даже есть алиас, который выводит все алиасы, которые у меня есть. И еще обратите внимание на вот этот алиас. Алиасы это точно так же, как и пароли. Не нужно их менять по ночам. У меня этот алиас раньше был просто git merge origin. И мастер я писал вручную. Потом мне надоело писать мастер. И я решил автоматизировать это ночью. Дописать сюда мастер. И забыл на утро. И по привычке с утра писал мастер. Полдня потратил, чтобы разобраться, почему оно не работает. Поэтому, если меняйте алиасы и пароли, запоминайте это. И ночью лучше этого не делать. Полезные ссылки. И обо мне. В твиттере есть. На гитхабе. Данная презентация написана на движке shower. Также есть в фейсбуке, линкете. Давайте коннектиться. И на этом все. Если есть вопросы, задавайте.